Пригожин отозвал своих головорезов из отпуска и велел им прибыть в Беларусь до 5 августа. В России новая волна поджогов военкоматов, как минимум 15 случаев с начала выходных. Иранские беспилотники Шахет могут начать производить в Беларуси, а военные госслужащие должны будут отработать 10 лет за квартиру, построенную с господдержкой. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарии. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что Следственный комитет направил в прокуратуру уголовное дело в отношении 46-летнего минчанина. Ему инкриминируют более 1100 сообщений в чатах, которые так называемые белорусские власти признали экстремистскими. Они были оставлены с октября 2020 года по апрель 2022 года. В данный момент минчанину предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса – оскорбление Лукашенко, публичное оскорбление представителя власти и оскорбление судей. Сообщается, что мужчина занимал руководящую должность в крупной компании, занимающейся поставкой компьютерной техники. Военные госслужащие должны будут отработать 10 лет за квартиру, построенную с господдержкой. Если же чиновники или силовики получили жилплощадь, но затем уволились раньше, чем через 10 лет им придется вернуть деньги государству. Такой указ подписал Лукашенко. Выплатить средства придется и в случае увольнения по собственному желанию, и в случае, если сотрудника уволят по дискредитирующим обстоятельствам. А вот возвращать деньги не придется людям из многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, пенсионерам и достигшим выслуги лет, а также уволенным по состоянию здоровья. Иранские беспилотники «Шахет» могут начать производить в Беларуси. Об этом шла речь во время визита так называемого министра обороны Хренина в Иран, сообщает Институт изучения войны. В Иране чиновник встретился с генералом Мохаммадом Розам Аштиани, который как раз отвечает за переговоры по купле-продаже военной техники. Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали вопрос продажи вооружений во время своей встречи. Беларусь, возможно, также пытается заключить соглашение о производстве иранских беспилотников «Шахет» на своей территории, говорится в отчете Института по изучению войны. К слову, собирать беспилотные летательные аппараты планируется в Гомельской области. Лукашенко хочет сделать головорезов из «Вагнера» контрактниками в белорусской армии. По его словам, наемников нужно оставить в вооруженных силах, видимо, раздав им гражданство и отталкиваясь от них более активно создавать контрактную армию. У нас же срочники призыв отсужил полтора года, ушел. Сам был такой. Зеленые пацаны, 18 лет. А там умудренные опытом люди, там в основном офицеры. Это их профессия – воевать или защищать страну. Говорят, это и дешевле, поэтому мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить, заявил диктатор. Также он опроверг слова премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого о том, что группа из 100 наемников выдвигалась к Сувалскому коридору. Лукашенко заявил, что туда они ездили просто, чтобы обучать белорусских вояк. Также, что касаемо этой темы, обнаружена еще одна локация вагнеровцев под Осиповичами. По данным белорусского Гаюна, с середины июля наемники начали использовать старые военные склады на территории бывшего военного городка номер 28 Поплавы. Там находится 10 помещений площадью до 1070 квадратных метров, где можно хранить боеприпасы. Также там есть старое хранилище техники и несколько караульных помещений. На спутниковых снимках видно, что с 18 июля на территории военного городка появилось минимум 6 зон с видимыми изменениями. Можно рассмотреть, что 24 июля уже были разъезжены некоторые подъезды к ангарам. Отмечу, что расстояние от лагеря наемников в деревне Цель до деревни Поплавы 27 километров. Также, что касаемо вагнеровцев, Пригожин отозвал своих головорезов из отпуска и велел им прибыть в Беларусь до 5 августа. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Всех наемников ЧУВК Вагнер отзывают из отпусков и максимально перебрасывают в Беларусь, говорится в сообщении. Также отмечается, что вагнеровцы под управлением Пригожина готовятся к тайным действиям на 5 августа. А что думаете вы по этому поводу? Обязательно пишите в комментариях. Ну и напоследок, в России новая волна поджогов военкоматов, задержанная ввинять телефонных мошенников. С начала выходных российские СМИ сообщили по меньшей мере о 15 случаях поджогов военкоматов в разных регионах. Столь масштабной волны атак на военкоматы не было с тех пор, как в сентябре 2022 года была объявлена мобилизация. Однако в этот раз нападения совершают, по всей видимости, не противники войны, а жертвы телефонных мошенников, пишет русская служба BBC. Сообщения о попытках поджечь военкоматы стали активно поступать еще в выходные, а уже в понедельник их число стало расти лавинообразно. Только за последние сутки, по данным СМИ, произошло больше 10 таких случаев. По меньшей мере, в трех случаях по подозрению в попытке поджога были задержаны школьные учителя. Как минимум один из военкоматов в подмосковном Подольске попытались поджечь дважды за один вечер. Так называемые власти официально не комментировали сообщения об этих происшествиях, однако со ссылкой на источники в правоохранительных органах, телеграм-каналы и региональные издания пишут, что нападавшие стали жертвами телефонных мошенников. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию вы можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живе Беларусь!